Этот урок посвящен рекламе в социальных сетях, при помощи которой вы также можете продвигать свою партнерскую ссылку. Что такое соцсети? Напомню, это сеть персональных страниц людей. Практически у каждого человека есть персональная страничка. В частности, вы видите страничку Дмитрия Анатольевича Медведева. Здесь указана информация о родном городе, о дате рождения, семейном положении, образовании, деятельности, работе, семье. Любимые книги указывают, любимую музыку, интересы, высшее образование или не высшее образование, что закончили и так далее. То есть фактически вы располагаете полноценной информацией для вашей таргетированной рекламы в соцсетях. Оплата за рекламу в основном происходит за переходы. Целевая аудитория определяется социальными параметрами и географией. То есть, как я перечислила уже, это пол, возраст, образование и так далее. Вконтакте – это первая социальная сеть, на которую рекомендую обратить внимание. Рекламу вы видите здесь слева. Она выделена красным значком. Вот здесь. Это реклама, это рекламные блоки. Как вы видите, по сути, здесь то же самое, что и в тизерной сети. Картинка и описание этой картинки. Эта реклама показывается у нас слева от новостного блока. То есть новости, которые регулярно просматривают люди. Чтобы размещать рекламу, нужно зарегистрироваться в сети ВКонтакте. И, соответственно, просматривать и создавать рекламу в ней. Найти социальную сеть можно по адресу vk.com. И это одна из популярнейших социальных сетей на территории Российской Федерации и СНГ. Давайте посмотрим, какие параметры можно задать для рекламной кампании ВКонтакте. И ознакомимся немного с интерфейсом. Так вот будут видеть ваши пользователи вашу рекламу. Лента. Слева здесь у нас реклама. Если мы нажмем, то мы перейдем либо на сайт, либо можем перейти на страничку. Итак, жмем «Что это?». Здесь мы узнаем о том, что такое таргетированная реклама. Здесь вы обращаетесь только к той аудитории, которая вам необходима. Вы выбираете «Платить за уникальные переходы или за показы». Кстати говоря, вы можете платить и за показы, но выгоднее все-таки за переходы. Вы можете изменять здесь дизайн, текст объявлений, ну и получать, естественно, статистику. Все как обычно. По поводу таргетинга здесь расписано подробно, что это пол, возраст, семейное положение, страна, город, проживание, вуз, факультет, школа и прочее. Итак, давайте попробуем создать объявление. Мы можем выбрать либо оплату за переход, либо оплату за показы. Рекламировать либо группу, либо публичную страницу, либо приложение. Есть очень много приложений для ВКонтакте. Вы можете рекламировать свою видеозапись, если у вас есть видеоблог, например, или вы хотите просто продвинуть какую-то информацию. Внешний сайт. Внешний сайт – это если вы будете свою партнерскую ссылку напрямую рекламировать. Соответственно, выбираем внешний сайт. Здесь указывается имя, заголовок из 25 символов, текст из 60 символов, загружаем изображение. Далее мы здесь настраиваем Россию, или Украину, или другие какие-то контакты, другие какие-то ограничения. И можем ввести конкретный город. Взять исключение. То есть мы можем взять любое и исключить что-то конкретное. Можем ограничить пол, женский, мужской, возраст любой. Ну, день рождения можно обратиться, если у человека день рождения в какой-то конкретный день. Также можно семейное положение сделать. Причем вот они ограничены по интересам, любимая музыка и прочее. Ну, в общем, достаточно много всяких вариантов. Обратите внимание на стоимость. У нас здесь примерно половина доллара. То есть от 13 до 24 рублей стоимость объявления. Ну, и потом мы нажимаем, мы можем создавать несколько рекламных кампаний. Например, для одной партнерской ссылки такая. Там, допустим, плетение КОС России, плетение КОС СНГ, если мы хотим это разграничить. А здесь придется нам это разграничить. То есть разные будут объявления. Ну, и все, нажимаем «Сохранить». В принципе, рекламная кампания будет запущена. Останется только пополнить счет. Следующая социальная сеть, на которой тоже стоит запускать рекламу, это Facebook. Точно так же здесь рекламный блок размещается рядом с лентой новостей. Здесь он размещен, правда, справа. Выглядит, на мой взгляд, более презентабельно. Также можно здесь поставить «Мне нравится», что очень удобно, потому что, когда вы нажимаете «Мне нравится», об этом узнают все ваши друзья. Кроме того, на Facebook рекламе уделяется больше места, она более продуманная, аудитория более продвинутая и, как правило, финансово состоятельная. Кроме того, Facebook является международной соцсетью, что позволяет рекламироваться на международном рынке. В принципе, вам это, наверное, и не нужно, но, тем не менее, и уровень работы, наверное, будет немного повыше, чем ВКонтакте с рекламой, потому что они как-то продуманно относятся к этому моменту. Давайте посмотрим интерфейс. Вот так выглядит реклама в Facebook. Здесь ее намного больше, как вы видите. Кликнув на нее, можно попасть либо на сайт. Кроме того, вот здесь рекомендация ваших друзей, что положительно. Ну, не ваших друзей, а друзей того человека, который эту рекламу видит. Ну, и мы нажимаем «Создать объявление». Здесь нам подробно рассказывается, что мы хотим. Рекламировать площадку, объект на Facebook, либо URL сайта. Ну, допустим, введем какой-то URL сайта. И вот нам открылись настройки кампании. Здесь мы можем вбить заголовок 25 символов, текст 90 символов, загрузить изображение и показать социальные действия. Ну, это рекомендую делать. Можно здесь связать страницы, если у вас они есть. Далее мы настраиваем местонахождение, возраст, пол, точные интересы, связи и прочее. Ну, и здесь бюджет кампании ограничиваем. Также можно создать несколько кампаний. За клик предлагается платить 0.63-2.03 USD. Ну, это условных единиц. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете связаться с менеджерами их. Ну, и, в принципе, здесь максимально подробно рассказано, кликая на всякие вопросы и на всякие подсказки, вы можете легко создать объявления, если у вас возникли трудности. Следующая очень популярная особенно среди людей за 30 социальная сеть – это одноклассники. Точно так же выглядят объявления, как и ВКонтакте. Вы тоже можете размещать их здесь, то есть аналогично другим социальным сетям. Но размещение здесь происходит через target.mail.ru. И здесь оплата предлагается за показы, причем есть ограничения – не менее 10 тысяч рублей. Но, в принципе, вы можете посмотреть, ситуация меняется, возможно, что-то изменилось в данный момент. Если вам интересна эта социальная сеть, то вы должны будете пойти на сайт target.mail.ru и зарегистрироваться там и создать объявление. И точно такая же ситуация с социальной сетью «Мой мир». Аналогично всем социальным сетям. Размещение точно так же, как одноклассники – target.mail.ru. И точно так же, как одноклассники – основной метод оплаты за показы. Итак, реклама в социальных сетях таргетируется по социальным признакам и интересам, которые люди вводят сами о себе. Есть оплата за клики и оплата за показы. Выгоднее, разумеется, за клики. Начинать лучше с ВКонтакте, поскольку это самая популярная сеть среди жителей СНГ и Российской Федерации. Ну и, скорее всего, там будут ваши клиенты на курсы. Они более вероятно купят, чем фейсбуковские посетители, фейсбуковские владельцы аккаунтов. Фейсбук является международной социальной сетью. Там продвинутые возможности рекламы. Ну, они не то чтобы продвинутые, просто они более продуманные, чем ВКонтакте. Ну, это может быть мое такое специфическое мнение. И по поводу фейсбука, там в основном поддерживает, обитает бизнес-аудитория с стабильным финансовым состоянием. Если в ВКонтакте там могут быть возрастные группы от 12 и... Ну, то есть минимальная планка 12 лет, то в Фейсбуке в основном люди постарше. Для составления объявлений ВКонтакте, мы не затронули эту тему, комбинируйте тизеры и обычные контекстные объявления. То есть принцип тот же самый. Завлекательные заголовки, картинки привлекательные и в то же время адекватный краткий текст. Как составлять объявления, вы можете вспомнить в соответствующем разделе нашего курса. Рекламировать можно не только сайт, можно рекламировать также страницу в соцсети или группу в соцсети, а также приложение для соцсетей. Отследить эффект от рекламы в социальных сетях возможно по отдельной партнерской ссылке или при помощи Яндекс.Метрики или Google Analytics, если доступы к таковым у вас имеются. Также можно попробовать рекламу в Одноклассниках и Мой мир. Там оплата за показы и есть ограничения по бюджету. Таким образом, реклама в соцсетях вами освоена, условно говоря. На самом деле вы с ней всего лишь познакомились и в дальнейшем, конечно, этот блок рекламный вам придется изучать самостоятельно, потому что этому можно посвящать целый курс. Реклама в соцсетях, продвижение в соцсетях, группу в соцсетях. Мы лишь слегка затронем вершину этого айсберга. Пока удачи, до встречи на следующих уроках.